Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о лучшем подручном оружии. Я еще повторю несколько раз эту тему по ходу. Эфира нашего, потому что кто-то будет присоединяться и надо будет немножко сакцентировать, о чем же, собственно говоря, пойдет речь. Когда я говорю о подручном оружии, я не говорю о том, что это всегда должно быть оружие, которое вы там под ногами нашли. Хотя, безусловно, если человек умеет пользоваться любыми абсолютно предметами, превращая их в оружие, то, конечно, эффективность в оборонительных действиях такого человека просто в колоссальной степени возрастает. Человек, к сожалению, так устроен, что природа в процессе эволюции забрала у него практически все элементы удачной, самозащиты. То есть, строение челюстей и зубов у него плохое для того, чтобы защищаться. Больше оно именно для еды, сам ягодицы, да и то, чтобы руками подтаскивать к лесу все дело. Зубы относительно слабые по сравнению с другими животными. Челюсти тоже относительно слабые. Мышечная сила даже у самых хорошо физически подготовленных людей не блещет. Какими-то предельными величинами. Собственно говоря, поэтому человек, в принципе, слабее абсолютного большинства животных, которые имеют такой же размер, как он сам. Вот так вот это дело происходит. Предположим, вот взять... Да, а что касается физической силы, опять же. Ну, предположим, есть такие животные, у которых тоже нету зубов огромных там, да, и все. Вот это приматы. Ну, я не говорю про таких, как бабуины, у которых самозубищи такие, чтобы быть здоровым. Возьмем, предположим, горилл, шимпанзе, гиббона, орангутан, да, гамадрила. То есть обезьяны, сопоставимые по размерам с человеком, имеют гораздо большую физическую силу, чем он, ну, чем человек. Соответственно, они могут защищать себя даже физически более эффективнее, чем сам человек. Если брать в расчет, ну, исключительно только физическую силу. Вы смотрите, зубов нет у человека, когтей нету. Сила физическая в соотношении с другими животными, таких же саморазмеров, у него небольшая. В чем преимущество человека? Преимущество человека, прежде всего, в опрогнозировании ситуации, в способности очень быстрой к обучению и, безусловно, в ловкости. Ловкость, конечно, присуща далеко не всем людям. Для того, чтобы быть ловким, нужна серьезная тренировка именно в ловкости. Ну, на то человек и занимается такими вещами, как акробатика, гимнастика, боевое искусство и так далее. Вот. И, конечно, при высокой степени подготовки посмотрите на ребят, которые занимаются стритрейсингом, это мы не стритрейсингом, кстати, паркуром. Посмотрите, насколько они ловки или скалолазанием, например. Они во многих вещах ничем не уступают, а зачастую даже превосходят тех же самых приматов, которые прыгают с ветки на ветку. Человек, который серьезно занимается паркуром или скалолазанием, почему он превосходит? У него больше анализ, более высокая степень опрогнозирования ситуации, я говорю, и обучаемость, она позволяет ему интерполировать ранее полученный опыт на что-то другое. Так вот, в принципе, что получается? Человеку можно научить быть эффективным, быть гораздо ловче, чем многие животные. Единственное, что ему не хватает, ему не хватает оружия. Ему не хватает эффективного оружия, чтобы коэффициент, чтобы, ну да, можно сказать, и коэффициент, чтобы коэффициент гораздо выше. И стоит человеку в руки дать, над обученному человеку, да даже не обученному нож, он становится в сотни раз опаснее. Потому что цена ошибки для его противника сразу возрастает кратно. Но сегодня речь пойдет не о тоннаже, сегодня я хочу поговорить о другом виде, с конфигурацией и с подобными параметрами. Что ж такое за движение-то, блин, на прямой трассе прям вообще, когда машина, кто-то там стоит одна, кто-то там другая. Вот. И ничего не показывают, главное, ни поворотников, ничего. Засады. Вот. О чем я говорил? А да, может, любое превращено. Это оружие, вот оно. Это Явара. Палочка Явара. Я вам расскажу, почему, собственно, после долгих проб, экспериментов, опыта своего, я отдал предпочтение именно этому виду. Оружие Кабудо. Ну, тут столько положительных моментов и так мало, но отрицательных, что совершенно. Я попробую сейчас отразить некоторые, значит, аспекты. Не думаю, что мне там удастся все задеть, потому что это длинная очень и большая тема для большой дискуссии, диалога или такого макро-подкаста или макро-влога. Вот. Ну, давайте с того начнем, что, во-первых, такой вид оружия, ну, как бы, легко носить. Легко носить почему? То есть для него не требуется какой-то специальный там нотл-ход. Ему надо затачивать, в отличие. Я буду, давайте буду сравнивать с одним из самых эффективных видов малого оружия, да, ношения. Только с подручного ношения, с ножом. Нож, конечно, оружие очень серьезное, безусловно. У него огромное преимущество в том, что его разрушительная способность как оружие чрезвычайно велика. Больше, чем у Ивары. И в этом у Ивары единственный минус, что она не может резать, она не может проколоть дырку насквозь в коже, там, где тело человека, например, да. Вот. Вот. И поэтому, значит, эффективность Ивары ниже. Но это и единственный минус. А теперь давайте я просто перечислю плюсы и буду так, как эта картиночка касаться. В общем, Ивара не требует ухода. Вот она у вас есть, эта палочка, и все. Ничего больше не нужно. Ни каким-то образом ее не надо затачивать, ни для нее нужны ножны. Вот. То есть носить легко, она не проколит дырку, вы не травмируетесь сами с помощью нее. Там при ненадаккуратном обращении с ней. Она безопасна для детей, может сохраниться на видном месте в доме, если ребенок возьмет ее. Ничего не случится. То есть не требуется специального места для хранения, специального образоношения и специального ухода. Это уже большой плюс. Особенно для начинающих. Второй момент. Ивара хороша тем, что она не вызывает у правоохранительных органов никаких, собственно говоря, претензий. Я сейчас коснусь здесь, есть пара нюансов. Но то, что она не вызывает, вот именно такая Ивара, либо просто круглая палочка, это совершенно точно проверено. Самый прямой показатель, во-первых, она не звенит на металлической рамке. Вы ее можете пронести куда угодно, хоть в театр, хоть в аэропорт, хоть куда хотите, в самолет. Никаких проблем с этим не будет вообще. Это проверено, потому что я много раз проходил в аэропорту эту проверку и нес при этом Ивару прямо в руке. Было пару раз, ко мне подходили, спрашивали, что это такое. Вот у меня, ну, с кармана вынимали. Ну, вот показывали, достаньте, пожалуйста. Я показывал и без проблем мне это надавали назад. Почему? Ну, вот такую у меня палочку проверяли, потому что она, может быть, чем-то напоминает динамитную шашку, может быть, я не знаю. В общем, смотрели, просто так вот раз-раз, все, деревянная, все. И вот отдавали мне ее назад. Ну, проносил куда угодно, никаких проблем не вызывает, потому что это не металлический предмет. Единственный момент, Ивара в таком вот виде не может расцениваться как оружие, потому что это просто палочка. Вот если это какой-то куботан с острыми краями, ну, украшенный, с выборкой под пальцы, с нанесенной, с символикой в виде журавля, дракона или что-то, соответственно, такое. Вот это уже будет расцениваться как оружие, как целенаправленно изготовленное оружие для ведения боя, для нанесения травм вашему противнику. Почему торнамент является таковым? Расценивается, были прецеденты в западных самосудебных, в западной судебной самой практике, а там очень часто по прецеденту судят, да, вот, СМС-система, что это свойственно и характерно для различных видов оружия в самих восточных боевых искусствах. Поэтому, если такой орнамент будет нанесен, или он будет выжжен там, нарисован, вырезан, или что-то типа того, то у вас будут обязательно проблемы, это самая гарантия. Ну, не гарантия, но вероятность этого будет чрезвычайно велика. Поэтому не получится. Ну, что ж так. Ну, поехали. Так, дальше. Не вызывает прохранительных органов. Второе. Третье. Не вызывает опасения, видимого, у вашего оппонента. То есть, даже если вы достанете Евару из кармана и будете лежать ее в кулаке, ваш оппонент, который не знает и не понимает, что это вообще такое, не расценит это как серьезную проблему. То есть, вы фактически можете на глазах у него это вооружиться, достать из кармана, и он свои намерения не изменит и не поменяет в каком ключе. Не будет вас сам считать более над опасным. Представьте, что у вас наступило на открытые противостояния с оппонентом. Вы достали нож. Он сразу же вас обязательно будет сам считать более над опасным. И если у него есть оружие подобное или превосходящее ваше, он его обязательно достанет. То есть, если вы, предположим, достали нож, у него есть нож, он сразу же вооружится ножом. Либо он возьмет какую-нибудь бейсбольную биту, монтировку, поднимет палку, камень из земли. Либо достанет травматический пистолет. Ну, то есть, обязательно поступит таким образом. Потому что вы для него представляете эту угрозу серьезную. Если же у вас в руке Ивара люди, незнакомые с тем, что это оружие может иметь страшную, разрушительную силу, не воспримет это как агрессию, и, соответственно, вы получите преимущество сразу же. Вот. Вот таким вот образом. Ивару, опять же, из-за того, что она такая деревянная и безопасная для самого себя, ее можно таскать как угодно, вообще и везде. В любом кармане, во внутреннем пиджака, в боковом кармане куртки, в кармане брюк, в заднем кармане. То есть, очень удобно. К боевому положению привести ее мгновенно можно. Не надо держать за какой-то конкретный край. Вот как вот нож надо взять в определенное положение. Обухом, предположим, в сторону большого пальца, за рукоятку. Ну, при определенном навыке это делается быстро. Но, тем не менее, не из любого положения можно быстро взять вот так вот нож. Причем его надо будет обязательно расчехлить. А если еще кобура там подразумевает какое-то застегивание, то это все долго. Вот. Ивару же просто взяли в руку, в кулак, все. Она готова к бою. Мгновенно. Вот. Опять же, что ценно. Нож – это нож, все. Понимаете, это та вещь, которая настолько индивидуальна, которой настолько сильно привыкаешь, что даже манипуляции другим, чужим ножом, который имеет другой баланс, другую длину клинка, уже манипулировать довольно тяжело. И, конечно, нож – это нож. Он должен быть обязательно нож. Вы забыли свой нож дома? Не знаю, где вы сможете найти самую-другую, если у вас наступит экстремальная какая-то ситуация. В этом плане, даже если у вас будет время на подготовку несколько минут, не знаю, где вы его найдете. Другой момент с Мьевара. В Мьевару, как оружие, может быть превращена абсолютно любая авторучка металлическая, любая палочка, любой какой-то обрезок трубки, какой-то штырь, стержень, кусок арматуры небольшой. Даже просто палка на улице подобных размеров. То есть, фактически, возможности для того, чтобы заполучить над оружием очень быстро или чтобы изготовить его, что тоже немаловажно, время требуется довольно мало. Следующий момент. Если человек занимается боевыми искусствами, то владение с Мьеварой реально, вот это реальный момент, легко ложится на любой движок рукопашного боя. На любой. На бокс, на кикбоксинг, на тайский бокс, на боевое самбо. В общем, где есть удары руками, удары Мьеварой ложатся легко, в отличие от ножа. Нож, когда многие говорят, что техника ножа легко ложится на движок ударной подготовки рук, это неправда. По одной простой причине. Потому что правильное и хорошее владение ножом, оно полностью аутентично. Оно не похоже на рукопашный бой. Это фактически школа фехтования над оружием с коротким клинком. То есть... А любая школа фехтования подразумевает удлинение над оружием за счет того, что оружие находится в той руке, какая спереди находится нога. Если вы правша, и вы ведете рукопашный бой в левосторонней стойке, для вас это как бы... Ну, характерно. Это для любого правших характерно, ну, почти для любого, свести бой в левосторонней стойке. То есть у вас ударная, наиболее сильная рука правая, а стойке вы стоите так, чтобы у вас была спереди левая рука. То при фехтовании любым видом оружия, в том числе ножом, если у вас ведущая рука правая, у вас спереди должна стоять и правая нога, чтобы максимально удлинить над удар оружием. Это наиболее правильно считается, с точки зрения вообще любой, совершенно. Соответственно, у вас совсем другая позиция. Опять же, фехтование ножом требует более высокой... В ней требует больше скорости, нежели силы. Потому что цена там ошибки велика, достаточно нанести хороший порез, быстрый, для того, чтобы можно было продолжить эффективно над атаку, потому что противник будет ошарашен этой техникой. То есть там все по-другому, абсолютно. То есть вам придется полностью переучиваться. Вам, конечно, поможет в какой-то мере понимание тайминга, понимание взаимодействия с оппонентом, но все это слегка не так. Когда вы с еварой, то вы ничего не меняете, абсолютно. Более того, вы можете иметь две евары. Одну в одной руке, другую в другой. Стойку вы не меняете, ничего не меняете. Более того, при фехтовании ножом у вас должно быть и другое чувство дистанции. с пониманием. При еваре чувство дистанции остается, вернее, чувство дистанции, можно сохранить то, которое есть, потому что евары несущественно удлиняет ваш прием. Совершенно несущественно. Вот, поэтому поправкой на длину предмета можно пренебречь, потому что он с каждой стороны выступает буквально по 2 сантиметра и ничего, собственно говоря, не нужно, чтобы это менять. Вот нож, он, сам серьезно, даже самый короткий нож, у которого клинок до 10 сантиметров, и то уже сильно меняет чувство дистанции, особенно когда поменена стойка, так, чтобы ведущая рука была спереди. Ну, рука с оружием, разумеется. Вот такие пироги. Вот это основные, самые серьезные моменты. А теперь я еще расскажу про вспомогательный момент, который очень хорош и очень важен. Нож, это нож, это все, это, так сказать, оружие, и больше ничего. Да, в этом есть свой дух определенный, это нож, это маленький меч, это определенная культура. Люди, которые там, ножевики серьезно занимаются ножом, они испытывают какой-то просто пиетет по отношению к оружию, к этому и все. Я же считаю, что оружие должно иметь прикладной характер, относиться к нему нужно проще, наверное. Если вот только вы не занимаетесь действительно каким-то, ну, фитованием вот на уровне, там, эзотерических вещей, там, считаете, что это вот, что это вид, ну, это искусство, ради, ну, это искусство самого, а не вспомогательный прикладной, ну, это элемент рукопашного боя. Так вот, Ивара, она в быту еще чем хороша. Вот если у вас есть боевой нож, вы им точно хлеб резать не будете. Это будет сто процентов совершенно. У вас просто рука не поднимется, использовать его для того, чтобы обрезать какие-то стропы, веревку, заточить палочку. Нет, если, конечно, подопрет, наверное, сделаете, безусловно, это. Но постарайтесь этого не делать, потому что специально заточенный нож боевой, там, это все, это, ну, часть души, это как для самурая меч, да, условно говоря. Ивара же, это прекрасная вещь, которая помогает, вот, я лично, ну, ты разработал очень большой и серьезный курс и методологию, которую используют огромное количество мастеров и спортсменов по укреплению пальцев и кистей рук, а также для реабилитации пальцев и кистей рук после травм. И Ивара, вот она, вот, везде, понимаете, вот, у меня есть, кстати, вот еще один самый момент. Ивара, она дешевая, она дешевая в изготовлении, дешевая в производстве и даже в отличие от ножа. поэтому Ивара, для того, чтобы не таскать одну, ну, ту же саму, с собой Ивару, у меня просто Ивары везде есть. Дома на тумбочке лежит, на столе, на письменном столе, в машине лежит, в кармане брюк, в сумке, это самогеттренировочная, то есть, куда ни ткнись, у меня везде Ивары. Ношу я в основном, не как оружие Ивар, я, значит, объясню, я использую как раз именно для методики тренировки пальцев. То есть, у меня постоянно она есть, для того, чтобы можно было сработать, значит, упражнения статические и, ну, газометрические для подготовки пальцев. Методика очень классная, входит она в комплекс методик по развитию силы хвата, на укрепление пальцев, который называется «Стальные руки». Наберите в интернете Михаил Шилов «Стальные руки», вы найдете этот видеокурс. Продается этот видеокурс на диске или можно его скачать. Если на диске, то он приходит вместе со всеми с эспандерами, в том числе туда входит комплект из двух Ивар. Одна шестигранная, другая и круглая. Почему? Разные формы еще, потому что они используются еще в том числе и для укрепления на ударных поверхностях для накатки. Сограненые накатываются, поверхности мягкие, круглые накатываются, поверхности жесткие, такие, как, предположим, большеберцовая кость. Не гребень большеберцовой кости, а грань вот именно передней большеберцовой кости. Вот. Ну, собственно говоря, это унифицированный предмет для меня, поэтому очень вам рекомендую. Вот. Если у вас именно мои Ивары понравились, используйте в своей подготовке Ивары Шилова, наберите так прямо в интернете, найдете махом и без проблем. Вот. Доставляем по всей России. Ну и, соответственно, курс, да, вот этот вот стальные руки тоже можете, значит, использовать, приобретать, применять и так далее. Так. Работает магазин или не работает еще? Так что, друзья мои, с 10. Ладно. На этом мы пока закончим этот эфир. Если у вас какие-то вопросы возникнут, обязательно задавайте их под этим видео. Также это видео будет выложено на лайв-канале, на ютубе, на моем лайв-канале. Вот. Вот. Можете это посмотреть. Подписывайтесь на мои ресурсы Будашин.ру, Будаблог.ру, Макивара.ру, Корректура.ру, докторшилов.ком И все у вас будет хорошо. Всем пока.